Американский акцент В этой программе мы обсуждаем произошедшие события, которые повлияют на события ближайших дней, недель и месяцев Республиканцы, контролирующие Палату представителей, расходятся во мнениях относительно того, насколько жесткой должна быть линия в отношении увеличения потолка государственного долга Однако они единодушно потребовали, чтобы президент Джо Байден согласился на переговоры о бюджетных расходах для заключения любого рода сделки Консервативные республиканцы, придерживающиеся жесткой линии и получившую возможность заблокировать любую сделку в Палате представителей Хотят добиться значительного сокращения госрасходов со стороны администрации Байдена и возглавляемого демократами Сената в обмен на соглашение, которое позволит избежать дефолта по государственному долгу Умеренные республиканцы хотят действовать более осторожно во избежание потенциального ущерба для экономики Но даже они утверждают, что их партия не поддержит соглашение об увеличении потолка долга без переговоров о сокращении расходов 19 января федеральное правительство приблизилось к лимиту заимствований в размере 31 триллиона долларов, установленном Конгрессом А Министерство финансов предупредило, что, возможно, оно сможет оплачивать все государственные счета только до начала июня После этого экономика может столкнуться с риском невыполнения обязательств данных правительством, в том числе по долговым ценным бумагам Ожидается, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти и Байден встретятся и обсудят возможное увеличение потолка госдолга среди других вопросов Однако пока такая встреча не запланирована Президент Джо Байден объявил, что предложенный им бюджет будет обнародован 9 марта В служебной записке Белого дома сообщается, что на встрече со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти В ходе которой будут обсуждаться расходы, Байден представит план бюджета с призывом выполнить долговые обязательства правительства Маккарти и консервативно настроенные республиканцы угрожают заблокировать очередное повышение лимита госдолга, если Байден не пообещает снизить расходы значительно Президент заявил, что любые переговоры по ранее утвержденным расходам, которые обычно утверждаются на двухпартийной основе, не имеют смысла Республиканцы еще не договорились о том, как должны быть сокращены бюджетные расходы и не утвердили параметры бюджета на 2023 год Но озвучили предложение об упразднении налоговой службы в пользу более высокого налога с продаж И предложение об урезании пенсионных пособий по соцобеспечению меры, против которых Байден выступил с возражением Маккарти заявил, что не допустит сокращение расходов на соцобеспечение и Medicare, две крупнейшие социальные программы В ответ Маккарти обратился к Байдену с призывом не исключать возможность переговоров до их встречи в Белом доме В январе в Соединенных Штатах резко увеличился рост рабочих мест Это происходит на фоне сохраняющейся устойчивости рынка труда Это дальнейшее замедление увеличения показателей оплаты труда должно придать Федеральному резерву некоторую уверенность в его борьбе с инфляцией Внимательно отслеживаемый Министерством труда обзор компаний показал, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло в прошлом месяце на 517 тысяч Данные за декабрь были также скорректированы в сторону повышения, что показало добавление 260 тысяч рабочих мест вместо ранее заявленных 223 тысяч В январском отчете Бюро трудовой статистики Министерства труда опубликовало свой ежегодный контрольный пересмотр заработной платы и обновило формулы, которые Бюро использует для сглаживания данных регулярных сезонных колебаний в обзоре компаний Также в Бюро пересмотрели свою систему отраслевой классификации, в результате чего около 10% рабочих мест были переквалифицированы и отнесены в другие отрасли Кроме того, были введены новые оценки численности населения по домохозяйствам, на основе которых рассчитывается уровень безработицы Отчет о занятости позволяет Центральному банку Соединенных Штатов ориентироваться на содержание инфляции, вызванной ростом заработной платы, сохранить умеренные темпы повышения ставок и снизить риск рецессии в этом году Федеральная резервная система повысила учетную ставку на 25 базисных пунктов, пообещав продолжать повышение стоимости заимствований Россия, скорее всего, планирует новую попытку масштабного наступления в районе 24 февраля, заявил министр обороны Украины Алексей Резников Поскольку россияне, как читает министр, живут символикой, они могут попытаться как-то отметить годовщину своего вторжения в Украину По данным украинского Минобороны, Россия мобилизовала примерно 500 тысяч солдат Слова министра ложатся в канву предостережения главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, сделанного днем ранее О том, что Россия может попытаться провести масштабную атаку с севера, юга и востока, как это произошло 24 февраля прошлого года Подобные опасения разделяют и военные эксперты на Западе Министр обороны находился во Франции, где заключал сделку о закупке дополнительных радаров для противовоздушной обороны типа МГ-200 Которые, по его словам, значительно увеличат возможности вооруженных сил по обнаружению воздушных целей Включая крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники различных типов По данным украинской разведки, российский президент Владимир Путин потребовал от военных захватить Донбасс до конца весны Американский институт изучения войны также недавно заявил, что Москва может попытаться предпринять решительные действия и начать большое наступление на Востоке При этом, как утверждает генсек НАТО, Йенс Столтенберг, нет никаких признаков того, что Путин ограничивает свои военные цели лишь захватом восточных регионов Украины Ко мне присоединяется политик Константин Боровой Константин, здравствуйте Здравствуйте Вот на этой неделе стало известно, что Соединенные Штаты предоставят Украине ракеты дальностью 150 километров Одновременно с этим Владимир Путин заявил о необходимости, цитата, ликвидировать возможность обстрелов приграничных территорий России Мы с коллегами обсуждали, будет ли Украина использовать эти ракеты, ну, можно сказать, не по назначению Или, может быть, по назначению, чтобы обстреливать приграничные районы России Чтобы, ну, в общем, мнения разделились Знаете, одни сказали, да, вроде бы, чтобы создать России проблемы Чтобы перебросить туда каких-то военных или там медиков и, в общем, убрать их от линии фронта А другие говорят, нет, Украина не будет это делать, потому что Украина будет сохранять, можно сказать, невинность свою И говорить, что именно Россия является агрессором в этой войне Как вы считаете, будет все-таки Украина это делать? Будет ли она обстреливать российские регионы? Ну, понимаете, если позволить Путину, как это было раньше, устанавливать самому границы и говорить нам всем, что такое российские территории То боюсь, что в скором времени любое действие военного характера будет считаться нападением на Россию Сегодня российскими территориями являются и те территории, которые вот только что освободили от России Я думаю, что украинцы настроены очень агрессивно, в хорошем смысле Они хотят окончания войны, они хотят, чтобы Путин не только освободил территории, которые захвачены вот в последний год Но и те территории, которые он захватил раньше, до 24 февраля Вот я думаю, что если позволить Украине делать то, что она считает нужным Если не так, если демократическая партия позволит Украине делать то, что она считает нужным и справедливым То скоро мы увидим украинские войска около Красной площади или на ней Вы считаете, что демократы каким-то образом сдерживают, да, все-таки Украину? Я не просто считаю, я это знаю, я это вижу И меня вызывает эта очень серьезная озабоченность Так же, как у Дональда Трампа, который вчера сделал заявление по этому поводу Что войну необходимо заканчивать немедленно Не подпитывать ее Такое впечатление, что в некотором смысле она стала выгодна Байдена, демократическая партия Ну вот, знаете, Pew Research Center Это большой аналитический центр Соединенных Штатов Подготовил исследование, согласно которому Американцы в два раза меньше стали одобрять помощь Украине К этому мы вернемся чуть позже Но в этом же исследовании есть такая статистика По поводу граждан Америки, которые считают Россию главным врагом Так вот, процент людей, которые считают Россию главным врагом Среди республиканцев значительно снизился Как тогда можно это объяснить? Мы с вами это уже обсуждали Мы находимся в среде пропагандистской кампании В период войны, тяжелой войны для Украины Те, кто поддерживает демократическую партию Делают очень странные заявления Вот последнее заявление Билл Гейтса О том, что Украина пронизана коррупцией Какая коррупция, там скоро людей не останется На территории Украины, понимаете? И вдруг это опять пропагандистская кампания В общем антиукраинская Вот, и нежелание предоставить В необходимом объеме оружие Украине Ну и многие другие действия, ну очень странные То, что касается граждан Соединенных Штатов Америки То они действительно устали от войны Они хотят, не хотят, чтобы такие ресурсы Тратились на войну Эту войну действительно можно закончить За 24 часа, как говорит Трамп За 24 часа Мы с вами обсуждали уже это Сравнивая ее с войной в заливе Вот, высокоточное оружие Ну и не на 150 километров А значительно больше Но у меня создается ощущение Что не заинтересованы в быстром завершении войны Нынешнее руководство Соединенных Штатов Белый дом Вот, по разным причинам Ну и видно, по каким Он заинтересован в продолжении войны В расходах военных Причем очень странных расходах Внутри которых оказывается Помощь там африканским государствам Помощь Украине Содержит в статьях Помощь там Африканским государствам Об этом уже делали заявления Политики Американские Вот И я думаю, что Байден Демократическая партия Создает очень опасную ситуацию Константин Ну когда мы говорим про Билла Гейтса Наверное, его слова все-таки Не нужно принимать Сильно всерьез Ну хотя бы из-за того Что он не является политиком Но разве Слова о коррупции Это неправда Ведь, по-моему, о коррупции в Украине Говорили на протяжении Последнего месяца Очень много Да и не только последнего месяца Но и вообще Последних лет Очень много Однако я с вами все равно согласен Исходя из того, что На этой неделе Правительство Соединенных Штатов Организовало Ну некую экспертную группу Которая будет Следить за расходованием Средств в Украине Как эти деньги расходуются Я имею ввиду помощь Соединенных Штатов Единственное, знаете, что меня удивило На работу этой группы Было выделено 42 миллиона долларов Ну, понимаете А вдруг они что-то там обнаружат Тут тоже Это опасно Создавать такие группы А что касается Билла Гейтса То это известный факт Он очень приближен К администрации Демократической партии Финансирует Финансирует Участвует Во многих проектах Демократической партии В том числе В пропагандистских Вот И замечен в том Что Транслирует иногда Позицию Демократической партии Иногда даже Опережая Несколько Внедрения Каких-то концептов Еще одну тему Я хочу с вами Обсудить Это Удары по Ирану Которые состоялись На этой неделе Предположительно Это сделал Израиль В частности По заводу Где собирают Те самые беспилотники Ну, как утверждают Соединенные Штаты Которые Россия Использует В своих атаках На Украину Что это такое? Это Так Израиль Помогает Украине Или Как это можно объяснить? Ну, во-первых Давайте Поймем Главное В этой информации Иран Больше Не находится Под санкциями И Оружие Которое Иран Поставляет Россия Это Оружие Которое Производится Несанкционными Материалами Неподсанкционными Материалами Вот Это Те же Микросхемы Вот Иран Благодаря Усилиям Опять же Демократической Партии Вот Он Сегодня Находится В состоянии Вот Роста Агрессивного Роста И ядерная Программа Действует И по всей Видимости Ядерное Оружие Продолжает Разрабатываться И Умиротворение Ирана Которое Предложено Европейцами И Демократической Партией То есть Отказ От контроля Настоящего Полноценного Контроля Над Военными Программами Ирана Ну вот Он приводит К тому Что Это государство Становится Опасным Не только Для Израиля И для Турции И для других Государств Регионов Ближневосточного А Поджигать Ближневосточный Регион Очень опасно Мы Много раз Видели К чему Это приводит Спасибо большое Вам за то Что нашли время Присоединились К нашей программе Сегодня Это был политик Константин Боробой